Добро пожаловать! Вы представляете предприятие, которое производит молочные продукты? Да, а именно гормонозавод. Да, и представитель от региональной палаты предпринимателей Акмолинской области Жанна Байконурова. Я тоже приветствую. Добро пожаловать! Я телезрителям скажу, что у нас сейчас в Астане проходит большое мероприятие «Лучший товар Казахстана». И более 100 разных бизнесменов приехали сюда, представляют свою продукцию. Лучшие в своем сегменте. Прошел отбор. Товар с пометкой «Лучшее качество», так скажем. Давайте с вас начнем, с предпринимателей. Сразу мне интересно узнать. Совершенно два разных сектора. Молочная продукция, железобетонные изделия. Хотелось бы узнать, каким образом сейчас строится у вас развитие вашей стратегии и бизнеса. Таир, подскажите, пожалуйста. Это такой сегмент, который зависит от больших объемов, я так понимаю, да? И у вас там большая конкуренция. Да, конечно, большая конкуренция всегда была и на данный момент тоже имеется. Продукция, так сказать, которую мы сейчас производим, это безнапорная железобетонная труба. Данная продукция используется при укладке трубопроводов. Это полностью отечественный продукт или есть? Да, это полностью отечественный продукт. То есть это сырье, которое применяется при производстве данной продукции, оно полностью из местного сырья. То есть это щебень, цемент, песок, металл. Это все местное сырье. Технология отечественная или вы привезли это? Технология, она полностью европейская. То есть это немецкая, она была в 2014 году введена, так сказать, в Казахстан. Мы ее закупили оборудование и ввели в 2015 году. Я слышал, что предприятия, которые занимаются примерно такой же действительностью, как и ваше, они иногда испытывают трудности со сбытом. Так это или нет? Ну да, конечно. Разные бывают моменты. И за сбыт надо бороться. Ваши конкуренты сейчас в сиене или кто? Нет. В инженерных сетях, то есть трубоповодах, укладывается разная продукция. То есть наша продукция – это железобетонная труба. Есть полиэтиленовая труба, есть полипропиленовая труба, есть текопластик, есть чугун. То есть от заказчика, от проектировщика, от экспертизы зависит, какой материал будет заложен в тот или иной проект. Я так понимаю, что предприятия находятся на территории области, работаете вы вместе с ними, с гормолозаводом, молочная продукция. Необходимо сказать, что гормолозавод у нас постоянно предприятие, которое пользуется всеми услугами. Вам полегче, потому что сбыт всегда есть, молоко и молочную продукцию всегда пьют. А предприятие САПАСО впервые приняло участие в региональном конкурсе, соответственно, в республиканском впервые. Это первые его шаги. Так. Если можно, у вас, давайте по вашей стратегии, как вы развиваетесь сейчас и как вы планируете завоевывать рынки. Есть ли у вас то, что вы поставляете, например, в Россию или другие страны? Да, разумеется, насчет экспорта вопрос у нас открытый, мы развиваемся, однако нужно учесть, что в России есть и свои производители, и заходить на этот рынок мы заходим, мы конкурентоспособны, но это не приоритетное направление. Приоритетным направлением для нас считается это качественный рост, потому что горизонтальный рост у нас уже есть, вертикальный, в принципе, мы тоже признаны, как вы уже отметили. Сколько вы растете каждый год? Так, до 30% в лучшем случае, то есть более миллиарда оборотов у нас уже есть, но это, естественно, нечисленные нюансы, но уже есть рост. В следующем году мы уже планируем, может быть, еще больше вырасти. Вот сам конкурс, это лучший товар Казахстана, это качество, знак качества, так скажем. Каким образом и что надо предпринимать бизнесмену, начинающему предпринимателю, это всем вопрос, может быть, чтобы держать вот эту марку, марку качества. Позвольте ответить за себя, разумеется, мы просто следуем ГОСТам, известные технологии, то есть мы как вот, да, происходила реорганизация, приватизация, но большая часть тех процессов, которые можно сохранить на техническом уровне, мы их сохранили. То есть у нас даже специалисты работают, которые 50 лет на предприятии, то есть у нас мастер-цех. Я даже слышал, что некоторые пищевики, назовем их так, пользуются ГОСТами 50-х годов, советскими. Да, разумеется. И они до сих пор, так скажем, выдерживают проверку качества. Если позволяет техпроцесс, это выгоднее делать. Да, это более ресурсозатратно и трудозатратно, потому как, мы знаем, да, можно добавить, например, какой-нибудь стабилизатор и два шага полностью изъять из техпроцесса. Таким образом, можно маржинальность повышить. Но наш директор против таких решений и, в принципе, рынок это принимает. То есть мы сейчас понимаем, что от дешевых продуктов потихонечку рынок возвращается в более качестве, то есть это востребовано. Соответственно, мы это даем. У нас даже такое, то есть мы сейчас франшизу заказываем в Европе. Вы знаете, и в городе Кокштау, и в Астане есть проблема, это стихийные точки продаж. Может, вы видели, там поступали рекламации, сейчас мы с этим боремся. Мы санитарный регламент дали. Мы более 60 ларьков, назовем так, ларьки это точки розничной продажи, но они уже подготовлены от нас. Ну и, разумеется, будем расширяться. То есть франшиза, мы надеемся, что франшиза нам позволит сделать наш продукт доступнее. То есть мы вплоть до, ну то есть мы и семейное мороженое будем давать, то есть в межсезонье, чтобы было что продавать. И хотим индивальную упаковку дать. Далее, это нам позволит зайти в рынки, то есть у нас собственная дилерская сеть, у нас дочерние предприятия ТД Гормозавод, торговый дом расшифровывается. То есть сам Гормозавод занимается только реально крупным. Вообще сложно работать и развивать бизнес в Казахстане сейчас? Это вам, конечно, лучше ответит наш директор, но, насколько мне известно, сложностей действительно много. То есть сам техпроцесс, у нас, например, своя ферма. Мы привозим из Украины хороших породистых скот. Его привозим специалистов. Кожа с Украины? С Украины. Вот сейчас мой друг, работающий на предприятии, на 40 дней улетел в Украину для того, чтобы повышение квалификации получить курс. Давайте. Я хочу добавить немного. Гормозавод не стоит на одном месте. Он постоянно себя совершенствует. Он пользуется всеми государственными программами. Вот сейчас Альбек говорит, что с Украины... Нет, вопрос дефицита кадров, я так понимаю, в том числе. Не только по дефициту. То есть сейчас он говорит о том, что повышение качества, перенимание опыта. По линии дорожной карты бизнеса 2020 Гурмозавод пользуется услугами государственных программ, например, как обмен опытом. За счет бюджета республиканского, скажем, да? Это по линии привлечения старших сеньоров. То есть привлекаются, в данном случае у вас привлекались люди, специалисты из Германии, на животноводческий комплекс по обменопытам, на Гурмозавод тоже у вас привлекались технологи с Украины, из Германии привлекались, с Испании привлекались по мороженому, да? Это что-то дает вообще? Конечно. Дает. Единственный момент, нужно честно признать, они ожидают большего уровня от нас. Есть но, есть но. Люди некоторые приезжают. То есть объемы выпуска и так далее. Да. И есть, наоборот, нюансы. Некоторых мы приятно удивили. То есть считают нас чуть ли не третьей стороны, к сожалению. До сих пор такое есть. Я думаю, мы от этого ушли, однако есть такая проблема. Господин Бролеев, вам вопрос, что вы скажете по поводу эффективности государственной поддержки бизнеса? Вы вообще ощущаете ее как-то? Да. И может быть здесь что-то можно подправить, на ваш взгляд? Нет. На самом деле, поддержки малого среднего бизнеса со стороны государства имеется. Мы сами, так сказать, не раз пользовались такими программами, например, там субсидирование по программе «Дому». Были также программы по привлечению старших сеньоров со стороны Европы. То есть приезжали люди, консультировали, так сказать, делали... Насколько сильно после таких вот встреч меняется структура бизнеса? И это ощущается, наверное, на доходах, на прибыли, да? Ну, в первую очередь, конечно, хочется сказать то, что наш, так сказать, менталитет немножко, так сказать, не готов, может быть. Но в то же время... Быстро меняться вы имеете в виду? Да, быстро меняться, потому что взгляды этих сеньоров, так сказать, этих специалистов, их так называют, они немножко по-другому смотрят на производство. То есть у них другие требования, у них... Ну, то есть пришел линия, вот, да, железобетонные изделия, труба, например, да? То есть вот 20 человек работает, он говорит, 15 увольте, 5 оставьте, да? Вот такой подход. Да, нет, ну, как вам сказать, у них подход даже начинается с, знаете, с порядка. В первую очередь, начинать надо с себя. То есть он заходит, смотрит, как обустроена организация, рабочие места, форма, как рабочий режим происходит. То есть в этом направлении, ну, было такое... То есть от вас требуются дополнительные вложения, в том числе, чтобы пойти вот по тем направлениям, которые предлагает вам западный специалист, профи, да, который участвует? Ну, может быть, да, дополнительные какие-то. Просто еще, конечно, хотелось добавить то, что данные программы, они все равно носят положительный момент. Почему? Потому что хочется все равно стремиться к лучшему, а Европа дает такую возможность. То есть данная программа, она помогает немножко вкусить ту, так сказать, атмосферу, которую приносит тот специалист. То есть он говорит даже, как начинать надо рабочий день. Вот как. Так, вот вопросы по WhatsApp к нам поступают. Смотрите, у нас арестовали счета и все, палки в колеса вставляют сотрудники управления государственных доходов. Фискалы арестовали счет из-за непредоставления подтверждающих документов. Там всего лишь бумаги, а мы парализованы. Ну, конечно, мы не сможем, наверное, на этот вопрос ответить сейчас. С другой стороны, это частное явление? Вот в Акмолинской области, например. Когда фискалы, когда органы госзаходов начинают препятствовать так или иначе развитию бизнеса? Ну, не часто, но есть такие. Есть такие моменты. У нас эти вопросы решает специализированный отдел, правовой блок, юристы. Эти вопросы они решают на своем уровне. Кто из вас сталкивался с лютыми налоговыми органами, которые на лево и на право шашкой машут и просто непонятно почему? Нет. Хорошо. Не зря, не зря вы прошли все ситоотборы. Видимо, у вас там все налажено очень хорошо, вплоть до всех отчислений, что называется. Так, еще вопрос. Вы сталкивались с коррупцией? Тишина. Понятно. Давайте вернемся. К другим, наверное. Ближе, что называется, к нам вопрос будет. Какие требования к товарам сейчас предъявляют потребители и почему выбирает не наше, а больше российское? Есть такая проблема вообще? На нашем рынке как российское? Не могу ответить. Мы со сбытом, скажем так, без лишней скромности, со сбытом проблем нет. Возможно, даже наоборот перегруз идет цехов. В том году до 10 тонн мороженого выпускали мы, было тяжело. Сейчас уменьшили до 6, уже легче. То есть ваш продукт востребован? Да. Ну, как я говорил, в России свои производители, например, у них именно молочная сфера более развита. Почему я с СПК понимаю? Это предприятие, которое живет от тендера к тендеру, например. То есть получили государственные деньги, живут. Не получили государственные деньги, завораживают производство. Гурмовый завод не живет от тендера до тендера. Да. Мы госучредениям даем, но мы наоборот, более льготно. Детские сады получают от нас по себестоимости продукты. Даже так? Даже так. Я хочу сказать, по Кмолинской области, именно по Гурмовому заводу проблем нет. У нас потребитель предпочитает своего потребителя. Отечественного товаропроизводителя. Производителя, да? Да. Есть на рынке российское производство. Может, и в цене уступает. Но по качеству Гурмовый завод однозначно. Это видно по потреблению. В вашем сегменте как? Нет, конечно. В нашем сегменте вообще все просто. Никто железобетонную трубу с России не привезет. По большому счету. Да, большая штука. Это возят, так сказать, с России пластиковые трубы. Это да, больших размеров, диаметров. Потому что в Казахстане их не производят. А железобетонную трубу просто невыгодно сюда везти. Я знаю, что ваши трубы, по-моему, были использованы на большой стройке ТЭКСПО. Да, конечно. Это был один из самых первых объектов, где была, так сказать, инженерная сеть построена железобетонной трубой. Не текут сейчас? Нет, они высокого качества. Они носят, так сказать, такие прощественные характеристики достойные у них. И нажатие, и растяжение. У них высокие показатели. Где еще? Где еще сейчас ваши продукты? В Астане мы первые проложили это в ЭКСПО. Потом были Талдеколь. Мало Талдеколь. Потом сейчас строится ЛРТ. Но по территории Астаны мы за три года, так сказать, проложили сеть около 100 километров. Но это только начало. В дальнейшем, так сказать, мы и Карагандинскую область, и Акмолинскую область поставляли продукцию. То есть сейчас даже доходит то, что мы поставляем в область мелиорации, то есть на растительные сети. Железобетонные трубы? Железобетонные трубы, да. Это поставляем в южные регионы. То есть это и Талдекурган берет, Алматинская область берет. То есть основной, так сказать, потребительный. Также Восточно-Казахстанская область берет, потребляет. Потому что труба, она очень, так сказать, имеет высокие причинственные характеристики. Я думал, если честно, что ваш рынок, ваш сегмент уже давно пластик завоевал. Нет, нет. Ну что ж, у нас осталось буквально несколько минут прямого эфира. Давайте еще о конкурсе поговорим. Тем более нам сейчас показывать будет видео, как этот конкурс проходит. Два дня в Астане, я напомню, лучший товар Казахстана. Что вам дает участие в этой выставке, в этом конкурсе? Да, если можно. Ну, мы были в этом году, как вы уже сказали, победителями в оригинальном уровне. Сейчас для нас это республиканские уровни, в первую очередь это имиджевые. Так сказать, для компании это имиджевый шаг. Вот так. Ну, у нас немножко поиначе. Мы за рекламацией в основном. То есть, да, немножко позитивны дать, то есть, немножко о себе, вновь о себе напомнить. Но нам нужны рекламации по точкам сбыта, например, те или иные. Ну, такие моменты бывают, когда проблемные. Мы это хотим слышать, мы работаем с этим. Есть почта, окей, собака, гурмозаводки, позвольте, да? Без рекламы. Да, она работает, нет, она исключительно работает на это, на то, чтобы повысить качество конечного продукта. А вот так, да? На полках. За качество. Да, то есть, есть проблемы, пожалуйста, мы решим. Мороженое невкусное, я отправил, и вы его сделали. Ну, образно говоря, так, да, там, с нюансами. У вас по трубам тоже так, нет? Невкусная труба, я отправил. Нет, 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 нет. На некачественное, это, ну, юмор. Если можно, с точки зрения бизнеса, вот такие мероприятия дают какой-то новый эффект, толчок? Может быть, это импульс новый? Конечно, конечно. Даже я хочу привести пример. Когда мы проводили на региональном уровне, у нас предприятие, даже не знали, было предприятие, который не знал, что выпускаются КАМАЗы. И на этом конкурсе заключил сделку. И на этом конкурсе приобрел три КАМАЗа, три единицы автотранспорта КАМАЗа. Было еще одно предприятие, которое получило определенную сумму, заказ по пошиву одежды. Это плюс. Ну что ж, спасибо большое. Мы сегодня обсуждали конкурс, выставку «Лучший товар Казахстана». В студии прямого эфира были предприниматели, участники, которые прошли ситоотбора и сейчас борются за звание лучшего. Там будет, по-моему, голосование. Всем вам успехов. Спасибо вам тоже за участие. Представители региональной палаты предпринимателей. Ну а наша программа на сайте ebctv.kz. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова